Привет, друзья! С вами Палет, Шнайдер, Апокалипсис, Синс 2. Посмотрите-ка, ещё раннее утро, а Гайтан уже абсолютно голодная, а потому что она ела горелые гамбургеры, которые приготовил этот товарищ. А давайте напишем про переломанные призраками кости. Все романы виллы – сплошные ужасы. Я так надеялась, что она добьёт до максимума интерес к кино и литературе и пойдёт на работу в платье, но, увы, ах! Что, разбудили тебя? Ну, разбудили и разбудили. У нас сегодня неприятность, в том смысле, что снегопад навалило очень много снега, поэтому террора дома, без возможности питаться. Ну и чего, мы будем печь кексы. Три штучки ещё она может за сегодняшний день испечь. К счастью, платье нам позволяет. А вот интересно, она может мучить старшего брата? Подраться? Может она мучить старшего брата? Ну что ж, отлично, будем продолжать исполнять желания. Морфеус и Вилла сегодня идут на работу. Отлично, снимает шапочку и вперёд. Ну, конечно же, Морфеус поставил на тёмную лошадку. Дамочка выиграла пару штук, но деньги не забрала, а потом взорвалась в собственной машине. Вы знаете, кто организовал взрыв? Как вы думаете, Морфеус присвоит выигрыш себе или поделится с боссом, то есть считай, он безусловно присвоит? Он ничего не хочет давать этой гадине, ничего. Даже пусть будет стоить это ему полного лишения работы. 2007 миллионов зарабатывает Морфеус, ну и на том спасибо. Пошло по кругу. Книжечку почитывает Вилла во время перерыва между музыкальными сессиями. У неё тоже есть босс, который хочет почитать эту книжечку. Да у нас этих книжек задницы ешь, ешь не хочу. Дай почитать ему очередной ужастик-трындец. Интерес к кино и литературе резко падает. А вот это плохо, да, потому что у нас зажато такое желание. Резко – это насколько на одно деление. Мы ждём Дориана. У него должно быть повышение. И становится он сверхсекретной персоной. Опять же, не знаю, какой уровень карьеры. Хороший уровень карьеры. Навыки все есть. И ты можешь поработать. Давай, давай, пока у тебя платина, бегом, езжай на работу. 6 часов вечера. Вот что у Гайтаны. Но ведь по аналогии с Томриным. Неужели она завтра не умрёт опять? И что? Виллу опять не повысили, ребятки. Плохо, что её не повысили. Мне это остаётся 7 дней до старости. Это не предпоследний уровень карьеры. Всего 3 рабочих дня на неделе. У неё не максимальная культура тела. Может быть, сейчас кинуть силы на культуру тела? Наверное, я так и сделаю. Боже мой, ребят, да неужели же праздник на нашей улице? Я не думала, что это предпоследний уровень карьеры. Вы работали в поте лица, достигли вершины карьеры приключения. Наши поздравления. Мумба-юмба теперь наш. Некоторые карьерные награды, которые мы можем использовать. А, ручку мы можем использовать. Ура, ура, ура. Ручку, мумба-юмба. Я тебя поздравляю. Вот уж я не ожидала, что Дориан будет первый. Слушайте, как у Дориана шло всё гладко, да? Ему же ни одной карточки шансов провальной не приложили. Отыгрались вовсю на Морфеусе. Да, мафия так просто не упускает. Суббота. Время движется к шести. Я 99% уверена, что бабка сегодня не умрёт. Но всё-таки, наверное, нужно её вести. Потому что она же может и подставить. Не поведёшь – умрёт в доме. Поведёшь к могилкам – там точно не умрёт. У нас тут новая девочка Тиана Орлен. Мне кажется, она как-то похожа на Ксению Собчак. Такая же лошадинная физиономия. Ну, конечно, Гайтана, как всегда, тут трётся в туалете, стремится помешать молодой самочке пометить территорию. Джейми, предотврати драку. Позови бабку, позови Тиану, продолжи с ней дружиться. Он по телефону поднимает отношения с женщинами. Я думаю, что когда Джейми будет взрослеть, а случится это через 10 дней, надо будет взрослеть Читу. Может быть, она, по крайней мере, действительно начнёт работать в преступности. «Карьера приключения» по правилам открывает один бонусный объект. Я, честно говоря, здесь в большом замешательстве. Стоит ли, раз уж у нас такое жёсткое, трудное прохождение, добавлять ещё один третий бонусный объект? И так много открыли, и молочко, и шлем. Всё это очень облегчает игру. Я тогда говорила о психотроне. Вы знаете, я хочу его попробовать, просто вспомнить, что он делает. Я была уверена, что он ворует навыки. А вот сейчас засомневалась, навыки ли он ворует, или он ворует черты характера. Давайте мы просто сейчас в качестве теста попробуем это сделать. Вообще, конечно, даже если он ворует черты характера, и, допустим, в каком-то зелёном состоянии его использовать, можно потерять показатель «Вечное дитя», и тогда Сим сможет медитировать. Вы знаете что, просто давайте испробуем. Я до сих пор не знаю, стоит ли вообще мне использовать этот психотрон, перенять способность у Гайтаны. Просто хочу вспомнить, как работает этот бонусный объект. Ворует ли он навыки, ворует ли он черты характера, что он делает, когда в плохом стремлении Сим им пользуется. Ну, я надеюсь, что нам сейчас напишут, что произойдёт. Во всяком случае, это портит отношения с бабкой, что уже хорошо. Ну, что произошло-то? Слушайте, они пишут, что произошло. Что, покоцали тебя бабуська? Залезла я на дару, написано, что он ворует навыки. А тогда вопрос, почему здесь так много возможностей перенять способность, вот это, наверное, навыки. И цель жизни можно перенять. Нет, это будет совсем чит. Значит, друзья мои, я решила не использовать его совсем. Мы с вами останемся. Пять раз он может использоваться. Вот, колбочка стала красной, осталось четыре возможности. Я его удаляю. Я просто попробовала, вспомнила, что это такое. Может быть, если можно было бы воровать черты характера, вернее, лишать как-то моих игривых подростков черт характера, я бы ещё подумала. А так, и так у нас на повышение навыков и молочко, и шлем. Моим символом элементарно будет нечем заниматься, просто так и будет теряться необходимость выводить питомца и снимать карьеру, которая позволит детям, да-да-да, весёлого, детям и подросткам плетничать не надо, а вот жестами дружись, изучать навыки. Не, мне будет так неинтересно, поэтому мы останемся на двух бонусных объектах, и больше у нас никогда не будет. Я опять чуть не лоханулась, я опять чуть не забыла Дориану отправить на работу. Я даже не знаю, успеет ли он сейчас добежать, но в крайнем случае, если что, поедет на машине. Слава богу, вспомнила. Книгу кто-то у меня дописал. Девица, девица идёт по лестнице и мешает Дориану поехать на работу. Придётся его сейчас отправлять на своей машине. Поэтому книга называется «Красноречиво подстава». Всё, видите, он, машина уже уезжает, езжай, беги верни сюда. Так, Сима, вот, соберись, хватит уже фейлов, правда, хватит фейлов. Езжай на работу. Сейчас кому-то вот понадобится машина, в итоге она будет занята Дорианом, который уже снял карьеру. У тебя два дня выходных и семь дней до старости. Кошмар. Эта дурила попёрлась мыть руки. Зачем мыть руки? Это совершенно бессмысленно. Она кружится, дружески пошутить нельзя, Бяка, Бякска. Иди вот лучше поприветствуй, Хулия Картасара, подружи с ним. В итоге сейчас Оленька Лисёнок напророчит, и действительно написание романов будет очень существенной статьёй доходов. Поэтому Морфеус, закончив один, тут же начинает писать другой о том, как разделывать муравьёв и тараканов и готовить у них вкусную похлёбку. А что он получил за предыдущий роман, бабка и тут решила помешать. Ого, три тысячи! Ни в чём себе не отказывайте. Молодец, Морфеус. Вот твоё призвание. Ты писатель, ты настоящий художник, автор. А тебя заставляют убивать и насиловать. Я очень рада, что ты найдёшь хотя бы в этом утешение и покой. Внучок уже изо всех сил зовёт любимых бабушку и дедушку на всякий случай. А вдруг что? У него тоже, смотрите, как здесь всё. Мы же ждём подстав, мы постоянно ждём подстав. В итоге, мне кажется, они умрут вместе в один день. Но почти уверена, что не сегодня, почти уверена, что завтра. Давай разговариваем опять обо всех увлечениях, которых можно. Я попробовала исключить все отвлекающие факторы. И Рора убрала все постели, в другую улеглась. Потому что, вы же знаете, бабка может пойти убирать постель, проигнорировать. О, молодец. Лежи и уже больше не вставай. Просто опустись на уровень вниз. Отвлекаем бабку, но и Нестора не отпускаем. И что? И что? Ну, я же сказала, что она даже не подумает сдохнуть. Они оба завтра помрут. Вилочка, ну почему, почему ты опять без повышения? Ну, должны же были тебя повысить, должны. Ну, посмотрите, какая хорошая была производительность. А завтра выходной. Ай, за что, за что такая беда? Единственная радость от неокончательного увольнения Морфеуса, от издевательства над ним, в том, что мы всё ещё платим 21 тысячу. Всё ещё платим замороженную дань. Поэтому в данное воскресенье у Шнайдеров остаётся 68 тысяч. А потом, конечно, с его покиданием карьеры всё это будет стремительно увеличиваться. Вилочка выучила все необходимые для повышения в карьере навыки. И, конечно, сейчас она сконцентрировалась на культуре тела. Ей два навыка до максимума, чтобы она тоже могла ходить на работу в старости. Если у нас получится, мы будем как-то стараться работающих маразматиков. Мешайте, мама, ну ничего, мы сейчас переставим плиту. Маму не будем сгонять? Нет, нет, ты идёшь делаешь, ты продолжаешь печь свои положенные 6 кексов. Будем стараться работающих маразматиков вызывать перед приходом машину на улицу. Не знаю, конечно, как у нас всё это получится, но я бы хотела на этом сконцентрироваться. Как я хочу, чтобы Морфио закрыл карьеру? Ну, мало на это шансов. Мало-мало шансов и за карточек шансов. И если Вилла молодец, она теперь сможет ходить на работу в старости, если, конечно, ничего у неё не отберут, на что мы будем очень надеяться. Ну что, у нас попытка номер 2. Посмотрите, какая шашечка, потому что у этих всё практически одинаково. Очень надеюсь, что сегодня эти ребятки старенькие меня покинут. Оба-два сразу. Вот как-то мы повесили эту ответственность, это прощание на... Она снеговика решила лепить, пускай лепит. Да, повесили мы всё это на внука, на Джейми. Ну, у нас такой, видите, умудрённый жизнью. И, видимо, он так пламенно любит этих ребят, что взял на себя роль провожания. Но он их действительно любит. У него хорошее с ними отношение. Максимальные, стопроцентные. Будем считать, что дети настолько устали от них за всю жизнь, что даже не хотели проводить в обратный путь. Так, 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 смерть. А ты в каком порядке? Да, за двоими. У меня первый раз умирают вдвоём. Одномоментно. Ну, смерть дана, поэтому убирают по очереди. И Нестора забирают первым. Ну, прощайте, прощайте, прощайте. Я не буду скучать. Дайте, дайте нам хотя бы шесть деньков пожить без маразматиков. Всего лишь шесть деньков до того, как трое станут маразматиками. Я бы даже думаю, давайте мы или будем готовить. А давайте мы не будем сегодня готовить. У нас полно кексов. Вилла будет сидеть медитировать. Она же должна денег получить. Сейчас наследство-то бахнет сразу от двоих. Это нас как-то спасёт от именуемого быстрого банкротства. Я даже, наверное, знаю, что сделаю. Поставлю-ка я тебе мумбу-йомбу, чтобы подтянуть твои потребности. Да, накормлю я сегодня, ребят, кексами. Немножко мы поэкономим. Кексов у нас сейчас много. И насыплю лучше мисочку. А то у нас очень мало мисочек. Всё-таки от маразматиков надо избавляться. Хотя бы от одного. Вы же помните, что животное мне только одного единственного маразматика освободит. Я не собираюсь правила облегчать. Потому что, как вы совершенно правильно заметили в комментариях, да, Чеснок написала, что главная проблема даже не в ужесточённом варианте правил, а в том, что карточки шансов нам мешают жить. Без карточек шансов мы вполне бы справлялись. Ты почему денег-то не получила? Видимо, недостаточно бахнула. Что там в воспоминаниях? Наследство есть, а последняя сумма 25 тысяч, а ты хочешь 37 500. Я уже вот о чём подумала. По-хорошему, да, можно было бы Дори, она сейчас заморозит точно так же, как Мойру. Смотрите, какая здесь красота. Снеговик, снежный ангел со всеми ритуалами и символами. Можно было бы его заморозить, но нельзя было бы его заморозить, потому что нам сейчас очень-очень нужны деньги. Какое я тебе желание-то зажала. Уже невыполнимое, увы. Джейми по-настоящему горюет. Единственный, кто по-настоящему горюет. Все остальные, мне кажется, только рады. Я вот понимаю, ребята, думает он о бабушке. Он её любил. Понимаю, почему мне хотелось ужесточать правила. Потому что большую часть мы живём в таком напряжении, что когда на какой-то период времени она исчезает, вот сейчас умерли, два маразматика, такая наступила тишь, благодать, что я просто в каком-то недоумении, я не понимаю, что мне делать. Я всеми управляю, они все послушные. Их можно спокойно отмыть в раковине, ну кроме ребёнка, конечно. И поэтому мне начинают в голову лезть всякие адовые усложнения. Очень быстро эта идея заканчивается и начинается кошмар. Я, знаете, хотела о чём посоветоваться. До каких пор мы играем за Шнайдеров? Нам нужно выбрать какую-то точку, когда этот челлендж можно завершить. Я же говорила уже, что до конца я его точно не буду проходить. Может быть, на какой-то карьере мы заканчиваем. Может быть, перед университетскими карьерами, чтобы уже не ехать в универ. А может быть, ещё раньше. Ну, если, конечно, он не закончится как-то сам. Внезапно и трагично. Морфеус, мальчик мой. Может быть, наша пианино начала играть по белым клавишам. Он такой грустненький уезжает, такой обречённый уезжает мошенничать. Мой художник, который должен создавать преступление. Красивое преступление, а это против его природы. И вилочка сегодня в понедельник отправляется. Уже третий раз она, по-моему, идёт играть. Для этих бестолковых делириумцев, которые не понимают ничего в искусстве. Не понимают ни в искусстве этой красивой женщины, ни у сына. Им бы всё грабить, убивать, коррупционировать, красть. Быдловское население, соответственно, ситуации в городе. Морфеус нас забивает на преступную работу. Он обсуждает с коллегой недавно увиденный фильм. Ну да, у нас же есть телевизор, теперь можно и фильм посмотреть. Что? Плохо знает сотрудников? Да он век в этой банде. Как это он плохо знает? Он всех своих подельников знает прекрасно. Совместный просмотр фильмов на всю ночь. И именно поэтому Морфеус не будет с ними проводить всю ночь. Всю ночь, которую можно провести с красавицей-женой. И терять на этом 100 семиллионов, вот все бы карточки были такими. Мы даже готовы терять по тысяче семиллионов, только бы не было чего более худшего. Ну раз уж пока мне так спокойно, очень хочется мне с вами поговорить про книгу «Замок Броди». Я её упоминала в прошлом видео Арчибальда Кроли. Ты ещё позвони, пользуемся телефоном изо всех сил. Книга совершенно удивительная. Удивительная в том смысле история довольно страшная. В центре внимания главный герой Джеймс Броди, почему так называется «Замок Броди», потому что, да, дело происходит, кажется, в Шотландии, если я не ошибаюсь, в начале 20 века. И этот самый Джеймс Броди построил какой-то невероятно уродливый, с претензией на замок, дом. Поскольку это не настоящий замок, какие-то там такие уродливые, странные конструкции. В общем, дом производит очень странное впечатление, чего-то громоздкого и неорганичного. Нет, Вилла не может подойти к телефону. А вот Эрора, наверное, могла бы после школы. Не отвлекайте, пожалуйста. У этого Джеймса Броди трое детей. Старший сын Мэтт, Мэттью дочь Мэри старшая и младшая дочь Несси. И этот Броди полнейший ублюдок. Вот вам абьюзер, так абьюзер. Квинтэссенция абьюзера. Он такой отвратный, он громоздкий и по фигуре, и по своему огромному нарциссическому «я». Вот в Джеймса Броди фантазия, что он происходит от голубой крови знатных Кроули. Видимо, это действительно была какая-то известная фамилия. И он этим так течится. Правда, потом скрывается действительное подоплека его происхождения, которое его совсем не радует. Но цепляясь за эту идею, что в нём течёт голубая кровь, ему так нужен этот символ, что его раздувает просто как воздушный шар. А когда твоё «я» настолько большое, оно, естественно, всех цепляет и само цепляется. Поэтому вот он такой параноидально, озлоблено, агрессивно, отвратительный, очень гневливый, очень грубый. Он ни во что не ставит ни жену, Маргарет её, кажется, звали, ни троих детей. Да, ещё её мать с ним живёт, которую он так презирает. Не иначе, как свинья, которая любит пожрать, он её не называет. Но в чём для меня магия этой книги? Книга, она страшная. По-настоящему страшная, там страшные вещи описываются. И кончается она очень страшно. Но эту книгу невозможно перестать читать, невозможно оторваться. Причём не потому, что это какой-то захватывающий сюжет. Он вроде бы сюжет такой, вот он описывает жизнь семьи. Это, по сути, символ, это то, что мы с вами любим смотреть, играть. Но написан этот роман таким языком, я даже не знаю, как его назвать, каким-то обволакивающим, ласкающим. В общем, из этого невозможно вынурнуть. Я бы сказала липким, но нет, липкий – это плохое слово, но ты хочешь там всё время оставаться. Спасибочки. А может быть, всё-таки Джейми подружится с Читой? Вдруг мы повзрослим, и она действительно станет воровкой в законе? В романе есть несколько сцен, которые прям очень врезались мне в память. Например, насколько Джеймс Броуди презирал свою жену. Даже не то, что презирал, она вызвала у него настоящее чувство презгливости. Там была какая-то сцена в спальне, где он то ли заметил предмет её женского туалета, то ли что-то связано с физиологией, и его прям это корёжит. У него вызывает это такое отвращение. Он что-то ей такое сказал, чтобы я твои грязные тряпки просто не видел больше никогда в моей спальне. И он заставил её переселиться в другую комнату. Не хотел с ней ночевать. Вилочка, моя дорогая, я тебя поздравляю, ты дирижёр. Дирижёр – это точно предпоследний уровень карьеры. Ты завтра работаешь три часа, поэтому ты можешь покушать. Покушай, пожалуйста. Я в связи с этой сценой вспомнила… Я недавно слушала какой-то подкаст, и там девушка задаёт вопрос. Она замужем за человеком восточной национальности. Говорит, что мне делать? Во время месячных он не хочет спать со мной в одной спальне. Он уходит в другую комнату. Мы, видите, так расслабились, что даже разрешаем гостям пришлым полакомиться гамбургерами. И девушка это пишет, меня так это обижает. Ну да, в мусульманстве, я знаю, там считается женщина грязной. Да что в мусульманстве? Я не знаю, как сейчас, но точно когда-то был момент, что запрещали женщине в церковь заходить во время критических дней. Вообще, это очень интересная, большая тема – противоречивое отношение мужчине к женщине. Айди-ка, моя дорогая, медитируй до начала рабочего дня. Женщина для мужчины выступает в двух ипостасях – «женщина дня» и «женщина ночи». Мне, правда, не хочется сейчас об этом говорить, не хочется это комкать, но это очень интересно. И сама противоречивая природа женщины. Причём это такие непересекающиеся в ней ипостаси. Когда-нибудь обязательно с вами об этом поговорим. А сейчас я ещё хочу об одном моменте рассказать, который меня прям поразил. Это вот как раз из тех ситуаций, когда мы никогда не знаем, мы никогда не можем быть уверены, как себя поведём в той или иной ситуации. Это несчастная жена Маргарет. Настолько она влачила жалкую жизнь, настолько она была забитой, настолько в её жизни не было ни интересов, ни радостей. Ну да, любила она ребёнка, причём только старшего сына любила, причём абсолютно патологической, больной любовью, которая только разрушала старшего сына и портила его, попустительствовала всем его порокам, провоцировала эти пороки. Девочек она вообще совсем не любила. Там был только единственный страх, что сделают они что-то не так. Вообще вся её жизнь проходила в жутком страхе, что она сделает что-то не так, что она навлечёт гнев этого злобного Борова. А где столько страха, там нет любви. У этой женщины не было ни интересов, было только унылое, скудное хозяйство, потому что Джеймс Броуди был ещё и непоправимо скуп. Любое её действие могло спровоцировать его гнев и тиранию. Тиранию очень жестокую, тиранию словом, словом унижения, презрения. И вот казалось бы, ну что в этой жизни может быть? В этой жизни вообще нет радости. И эта женщина несчастная заболела. Сболела тяжело, слегла. У неё всё время болело в боку. Она, естественно, этим пренебрегала. Какие там врачи? На неё и на врачей грязной скотины мужа никогда не было свободных денег. Хотя деньги, конечно, были. Он владел шляпной лавкой и какое-то время зарабатывал вполне неплохо. Морфеус в который раз отправляется водительствовать. Два раза его ловили кордоны, подставляли, убили мордой об стол. Какая-то непроходимая эта точка. Может быть, третий раз окажется счастливым. Я изо всех сил желаю тебе удачи, мой дорогой. Так вот, что поразило меня. Был у Маргарет очередной очень сильный, самый сильный приступ, когда её так скрутило от боли, что не было никаких сил, и она испугалась. Она испугалась умереть. Она как-то ползком добралась до спальни сына, не до мужа. Мужа она адски боялась, даже в таком состоянии, и умоляла позвать врача. Она боялась умереть. Хотя я читала и думала, «Боже, да что в этой жизни есть? Эта жизнь, она ничего не стоит. Она бессмысленна. Она настолько печальна и несчастна, что лучше с ней расстаться». Но насколько силён этот инстинкт выживания, что даже в таком состоянии человек боится смерти. Видимо, жить хочется в любом, в самом жалком, в самом убитом состоянии. Да, а даже если посмотреть на бомжей, я живу недалеко от белорусского вокзала, и порой идёшь и видишь эти человеческие существа, которые на людей-то многие уже не очень похожи, сидящих в дождь и в холод на ступенчиках со стаканчиком под монетки. И думаешь, что что-то заставляет их жить. В общем, книга потрясающая, друзья. Я вам очень её рекомендую. От неё невозможно оторваться. Она поднимает очень интересные вопросы. Всё время хочется задуматься о очень многих грани. И особенно вот этот вопрос домашней церанилии. Я вообще тему абьюза не очень люблю. Мне кажется, об этом очень много говорят. И у меня свой взгляд на вещи. Мне кажется, что про абьюз говорят больше, чем существует на самом деле. Есть причина в том, почему так много об этом говорят. Нет, безусловно, он есть. Я категорически не хочу с этим спорить. Существует насилие, и это ужасно. Это надо обсуждать и пресекать. Спасать жертв, если они сами хотят быть спасены. Но есть в этом и другой аспект. Все мы так педалируются по определённым причинам. Читайте роман, вы не пожалеете. Потрясающая большая книга. Ну как это назвать? Как это назвать? Ни одного похода водилы не было без карточки шансов. Я уже не знаю, что выбирать. Главная магистраль плохо, и на узких мостовых плохо. На узких мостовых, по-моему, был не такой глубокий даун. Мужик в вечной платье нет. Дайте хоть раз хорошую вероятность. У меня просто нет слов. Не твоя эта карьера. Просто даже какая-то злость, друзья мои. Просто злость и ненависть к Апику. Всё, не хочу дальше продолжать. Спасибо, что были со мной. До следующих серий. Пока. Пока.